Дорогие зрители, футбольный трансфер — процесс многогранный и сложный, состоящий из огромного числа нюансов. Прежде чем потратить огромные миллионы, клубы стараются изучить своих потенциальных новичков вдоль и поперек, потому некоторые по-настоящему достойные кандидаты отваливаются в последний момент, порой по самым нелепым причинам. Гол 24 представляет громкие истории, когда клубы отказывались от звезд в последний момент, сославшись на необычные причины. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Роберт Ливандовский. В Блэкборн. Причина. Извержение вулкана. Сегодня великолепный польский спортсмен всерьез претендует на золотой мяч, и согласно последним опросам некоторых авторитетных европейских футбольных изданий, он лидирует в гонке за главную индивидуальную награду, опережая самих Месси и Роналду. Роберт Ливандовский – это звезда вселенского масштаба, его голевые подвиги в последнее время перестали вписываться в привычную картину мира. За лидером атаки Баварии давно выстроилась очередь из грандов, вроде Реала, Челси и Манчестера Юнайтед. Но ведь в свое время пределом мечтаний для этого парня был скромный по сегодняшним меркам Блэкборн. В 2010 году, когда Ливандовский выступал на родине в составе Леха, Роверс были готовы забрать 22-летнего Галеодора в АПЛ. За Робертом вылетел главный тренер Роверс Сэм Эллардайс. Вот насколько польского форварда хотели видеть в Блэкборне. Встреча наставника с потенциальным новичком прошла на ура. Оба остались в восторге от совместного общения и вскоре должны были отправиться в Англию. Однако, к сожалению для британцев, в дело вмешалась стихия в виде легендарного вулкана Эйфьядла и Кьюдаль, разбушевавшегося в Исландии. Из-за разлетевшихся по Европе вулканических пепла и пыли на огромной территории по всему континенту надолго запретили перелеты. И пока Эллардайс ждал возможности забрать Ливандовского с собой, клубы решили отложить сделку. А уже летом 2010-го Роберт перебрался в Боруссию из Дортмунда, где и превратился в звезду. ИСКО. В Манчестер Юнайтед. Причина. Огромная голова. Блестящий хавбек Реала и сборная Испании обратил в свое время внимание топ-клубов, выступая в Малаге. Тогда за молодым дарованием выстроилась очередь из грандов европейского футбола. И в какой-то момент самым активным в этой очереди стал Манчестер Юнайтед. В 2012 году ИСКО признали лучшим молодым футболистом Европы. И в МЮ всерьез раздумывали над тем, чтобы сделать деловое предложение. Но процесс затормозил главный скаут красных дьяволов. Специалисту не понравилась своеобразная, на его взгляд, антропометрия ИСКО. По его мнению, у испанца для его габаритов слишком большая голова. Что опять-таки, как посчитал скаут, могло помешать ему быть маневренным на поле. Практика показала, такая голова футболиста не стала для него помехой. Ведь в своем нынешнем клубе, Реале, своей гигантской головой, он придумал не один десяток гениальных передач. В общем, особенности тела ИСКО не помешали ему в итоге стать настоящей звездой футбола. Да и вообще, очевидно, что значимость этого фактора была сильно переоценена селекционерами МЮ. Плюс не такая уж и большая голова, если присмотреться. Тибо Куртуа. В Хофенхайм. Причина. Завалил экзамен по математике в школе. Карьера бельгийского галкипера полна взлетов и падений. И до сих пор Куртуа, несмотря на свой звездный статус, периодически сталкивается с трудностями в работе. Еще в начале своего футбольного пути бельгийскому вратарю, тогда выступающему в Генке, была отказана в переходе в Хофенхайм, на который Тибо очень рассчитывал. Причина была просто удручающей. Дело в том, что незадолго до завершения сделки по переходу Куртуа в Бундеслигу, юному бельгийцу предстояло сдать важный экзамен по математике, чтобы получить среднее образование. То ли волнение, то ли недостаток аналитических способностей помешали Тибо справиться с испытанием. И помимо грозных взглядов родителей, молодой вратарь была конфужен новостью о том, что некогда заинтересованный в нем Хофенхайм передумал оформлять трансфер как раз из-за того самого злосчастного экзамена. Трудно себе представить, насколько сильно жалели немцы позднее, ведь они своими глазами наблюдали, как тот самый долговязый, но очень духовитый двоечник сперва завоевал атлетику, потом Челси, а теперь стал номером один в мадридском Реале. Филиппе Мело в Реал. Причина. Слишком грубый. В свое время этот футболист был на хорошем счету в сборной Бразилии и Ювентусе. Из Турина Мело отправился на Мундиаль 2010 года. Кроме надежной игры в опорной зоне, Хофбек был известен своим невероятно грубым и жестким характером. Порой нездержанность Мело сильно спутывала карты его командам, но до поры ее компенсировал футбольный класс игрока. По факту, нездержанность Филиппе не позволила ему превратиться из просто отличного футболиста в звезду, ведь после Чемпионата мира 2010 он должен был перебраться из Ювентуса в мадридский Реал. По слухам, Мело добился устного согласия с Галактикос и после турнира собирался паковать чемоданы и направляться в Мадрид. Однако в столице Испании заблокировали сделку, а причины тому назвали неадекватные действия Мело в матче 1-4 финала Чемпионата мира против сборной Нидерландов. Филиппе не поспел за Арьеном Робаном в одном из единоборств и срубил техничного голландца. Но ему оказалось мало просто приземлить звездного хавбека команды соперника, и он решил добавить наступивший памятому на ногу. Мело тут же увидел перед собой красную карточку, а позже узнал. Никакой Реал ему больше не светит. Матэйс Деликт в Манчестер Юнайтед. Причина – лишний вес. Молодой, но очень сильный защитник Ювентуса, уже который год считается одной из главных юных звезд Европы. И когда пришло время переходить в топ-клуб, перед голландцем была целая россыпь удивительных опций. Активнее всех поначалу свой интерес проявляла Барселона, куда в итоге перешел тогдашний одноклубник Деликта по Аяксу Фрэнки де Йонг. А вот Матэйса очень хотел видеть у себя Манчестер Юнайтед Жозе Мауринью. И если в случае с Барсой по трансферу не удалось договориться по вполне адекватным причинам, то ВПЛ Деликт не уехал из-за придирчивого селекционного штаба МЮ, который только в рамках этого видео уже успел отличиться. Теперь специалистов трансферного отдела красных дьяволов не устроило наследственность их потенциального новичка. Дело в том, что у Деликта довольно сомнительная предрасположенность. Его отец страдает из-за проблем с лишним весом. И селекционеры МЮ были всерьез обеспокоены тем, что в ближайшем будущем Матэйс может также испытывать трудности с комплекцией. В настоящий момент соотношение роста и массы у Деликта находится в оптимальных пропорциях, потому в Ювентусе не побоялись выложить за Вундеркинда большие деньги. И пусть в Италии Матэйс начал не без проблем, сейчас он постепенно становится своим в Турине. Возможно, со временем своим футболом он заставит монкунянцев пожалеть о своих решениях, и тогда боссы МЮ задумаются об обновлении трансферного отдела. А теперь наша традиционная рубрика. Вопрос. Друзья, кто из приведенного списка стал лауреатом премии «Голден Бой», которую вручали в 2018 году лучшему молодому игроку Европы по итогам сезона? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.